добрый день друзья мои это то самое место где я снимал ситуацию когда у людей брали персональные данные организовывали им аккаунт на госуслугах и взамен выдавали подарки но посмотрите предыдущие наверно где там предыдущие видео на эту тему на фейсбуке на ю тубе у меня было но эта история получила продолжение во-первых через день после съемки офис закрылся волонтерский центр достоинства якобы по техническим причинам но еще одной причиной может быть то что вышел как вышла история получила огласку но совпадение или нет но одновременно случилось то что закончились праймерис в партии единая россия ну вы уж подумайте какой какая причина могла быть важнее ну а история еще получила продолжение из-за того что к этой теме привлекли внимание полиции вот людмила дмитриевна она была в полиции и что вас спасили в полиции в полиции значит спросили по какому вопросу я сказала что приезжал на по адресу приморская 9-2 участковый приезжал некто карпов николай николаевич вот и значит составлял протокол вот я пришла для того чтобы дать показания у меня взяли мой телефон и скопировали ли сняли значит эсэмэски на госуслуги на инфо и эр значит который мне присылал волонтер волонтерский центр то есть эти эсэмэски которые вы получали в тот момент да в тот момент вот все эти эсэмэски значит были сфотографированы органами полиции и сказали что это их передадут начальнику значит накутать и ладзе ну вот понятно то есть это ваша вы обещали что вы продолжите эту эту тему вы продолжили я продолжил эту тему держите меня в курсе как там дальше будет это интересно хорошо инициатор вызова полиции если я правильно понял был игорь недоступ вот игорь привет расскажи пожалуйста почему твое внимание как твое внимание привлекла эта история с единой россии с с плотниковым и с достоинством вот этим всем добрый день во первых хочу поздравить всех взрослых и детей с праздником международным днем защиты детей всем пожелать мирного неба и самое главное здоровье а вот дело в том что мы же являемся местными общественниками я стою членом инициативной группы граждан нам не все равно микрорайон амгез безусловно к нам поступает сигнал и мы на них реагируем пусть это касается темы жкх здравоохранения благоустройства и так далее а здесь политическая составляющая она сейчас в общем-то для нас тоже значим и когда мы узнали о том что моральная сторона этого вопроса полностью ниже плинтуса объясняю почему потому что под предлогом под предлогом не некой гуманитарной помощи будем так говорить на бесплатной основе на безвозмездной основе значит пенсионеры местные люди пожилого возраста вынуждены были приходить и предъявлять свои паспорта плюс еще и снился то есть мы сразу задались вопросом а имеет ли право эти люди которые выдают некие подарки взамен данных паспортных обрабатывать вообще эти данные сейчас мы написали я написал заявление правоохранительные органы вызвал суда представители правопорядка которые составили протокол и я надеюсь что правда вас торжествует что наши правоохранители разберутся в перспективе этим но хотелось бы еще сказать о другом тимур вот смотри вот у меня подарок для тебя подарок с обвеса да это наша популярная команда сибирь символика снеговик пожалуйста держи это тебе тимур мне спасибо мне от тебя взамен ничего не надо понимаешь это не благотворительность это подарок и помнишь как мы с тобой стояли когда бабушка одна пришла и говорила а где здесь подарки в поиске вот этого помещения именно пришла за подарком но взамен с нее потребовали паспорт разве это подарок разве это благородство поэтому хотелось бы назвать по фамилии на тех людей которым мы как общественники никогда доверия не выразим это члены партии единая россия господин плотников который недавно только появился на политическом небосклоне и наш действующий депутат юрий фоломкин юрий сеч ну вот обращаясь лично к нему это не гоже не гоже так поступать с морально-этической стороны с одной стороны вы на праздниках везде там говорить о том что эх дорогие наши ветераны а другой стороны из-под тишка таким вот образом получать их персональные данные ну это ни в какие уже рамки спасибо пойдет конечно пойдет пойдет в эфир пойдет наверное это еще привлечет возможно это привлечет внимание связь массовой информации я приглашаю вас предлагаю вам уважаемые новосибирцы приглашайте меня вот как игорь на события которые считаете важными и давайте еще может быть соберем такую команду там будет тимур и его команда для того чтобы снимать и показывать что происходит в городе объективно непредвзято из первых рук прямо в эфир добавить добавить еще немножко буквально минуточку у горожан наших но я очень люблю свой город новосибирский любез тимур я посчитал к нам приезжает уже седьмой раз и вы знаете в основном это были позитивные мероприятия да тимур либо информационные консультационные там по медицине помню как мы с тобой последний раз встречались в феврале как замечательно со спортсменами пообщались и хотелось бы чтобы таких мероприятий было больше нежели вот таких вот в отношении вот этих дел не знаю политика это или как но мне тоже кажется с моральной стороны не очень хорошо когда людей сначала доводят до ситуации когда они готовы выпрашивать или получать продовольственные подарки а потом взамен используют пользоваться этой ситуацией и то ли для выборов то ли для какого-то авторитета ну уж не знаю положительный он или отрицательный и в чем такое уж достоинство господина плотникова его соратников а